сегодня в новостях iMac Pro, смартфон Nefos и новый флагман HTC всем привет, я Макс и перейдем к новостям новый Apple iMac Pro показали на конференции корпус нового компьютера имеет темный оттенок а также в комплекте такого же цвета клавиатура и черная глянцевая мышь по начинке сообщается, что на выбор будет 3 процессора Xenon с 8, 10 и 18 ядрами а также можно будет выбрать конфигурацию с оперативной памятью до 128 гигабайт стоимость нового ПК обойдется от 5000 долларов до 17 тысяч за максимальную комплектацию компания TP-Link выпустит топовый безрамочный смартфон сегодня уже появилось качественное изображение нового аппарата по начинке предполагается, что в смартфоне будет топовый процессор Snapdragon 835 6-дюймовый дисплей с отношением сторон 18 к 9 а на тыльной части расположится сканер отпечатков пальцев и сдвоенная камера на 16 плюс 20 мегапикселей с возможностью оптического увеличения в 2 раза фронтальная камера на 16 мегапикселей по стоимости и дате выхода информации нету но судя из топовой начинки, это будет стоить не дешевле 500-600 долларов HTC U11 Plus и U11 Live представили официально оба аппарата поддерживают функцию сжимания смартфона и доступа к определенным приложениям технология называется Edge Sense топовый смартфон HTC U11 Plus получит 6-дюймовый дисплей с отношением сторон 18 к 9 процессором к елкам Snapdragon 835 4 или 6 гигабетами оперативной памяти и 12 мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией аккумулятор на 3930 мА также имеется поддержка звука высокого качества и установленной стереодинамики да и последнее, смартфон показанный на презентации имеет полупрозрачный корпус но пока неизвестно поступит ли такой в продажу смартфон будет стоить около 800 долларов ну а второй же, так называемый бюджетник из данной линейки получил обычный дисплей 5,2 дюйма Full HD свежий процессор Qalcom Snapdragon 630 3 или 4 гигабайта оперативной памяти камеру на 16 мегапикселей как спереди так и с фронтальной части стереодинамики и защиту от воды как у старшего брата IP67 стоимость данного смартфона оценивается в 350 долларов компания OnePlus в очередной раз показали новую фотографию на которой намекнули на то, что в новом смартфоне OnePlus 5T останется стандартный разъем для наушников ну а на этом все, спасибо за просмотр подписывайтесь на канал, на группу вконтакте или фейсбука а также если нужен совет по выбору техники либо смартфона пишите под данным видео, либо в наши группы удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok